всех приветствую друзья на моем канале мало знать сегодня мы поговорим о пидар текстурах пидарка для меня стала но одним из первых видов текстур которыми я начал пользоваться ну да я конечно и сам создавал текстуры хотел узнать как их можно делать и прочее но как бы пидарки когда их увидел я сначала их не понял что они из себя представляют а потом как понял и вообще 100 казалось я сделал открытие для себя что можно и пока их использовать пока я еще не сильно понимаю как делать текстуры да то есть можно сказать для начального уровня это можно использовать вот сейчас как бы идет вещь которую я сделал именно вот пиджак и сейчас пиджак вот этот получится жилетка вот этот воротник и ботинки это все сделал с помощью пидар текстур не совсем вот тут ботинки я уже сделал там с помощью обычного материала ну как вот пуговицы тоже они там обычный блендер настраивать там не надо было заморачиваться для этого нам под для того чтобы с помощью пидар текстуры сделать нам текстурирование нам нужно всего лишь две вещи это умение использовать и в развертку и где и работать в шейдинге с ну вот грубо говоря знать куда чего прилепить и все в описании я оставлю ссылку где можно будет скачать пидар текстуры вот я скачивал их на одном сайте их можно много где найти бесплатные хорошие пидар текстуры но вопрос в том что как они подписаны вот вот этот вот киши мир материал он вот подписан как вот это вот название последний этот цвет основной вот это а у она есть в этом в unity я там покажу я там покажу где это можно взять в unity и куда это вставить вот это это высоты эта карта нормалей это карта шероховатости и шероховатость да вот их также но шероховатость нормали высоты и вот это легко вставить это честно говоря я еще но как бы не использовал именно в блендере но там запросто можно найти применение куда это поставить там надо просто глянуть да и все и так теперь мы разберемся сначала себе развертка а потом уже будем разобираться с выставлением пибер текстуры потому что выставление пибер текстуры это самое простое самое сложное в этом деле вот реально в это выставить июве развертку итак посмотрим я рассмотрю на примере двух вещей это пиджака и ботинок потому что ботинки и два материала использовал чтобы понимать как можно это отделить молот я перехожу сразу перейду другой режим что я сделал во первых пуговицы хоть и я их в итоге материал не использовал но если вдруг хотелось бы сюда сделать какой-то рисунок наверх пуговицы то я сразу поверх пуговицы уже отделил отдельно то есть развертку сделал так на всех пуговицах в итоге что по пиджаку во первых пиджака у именно как у самой одежды есть швы но тут я не сделал вообще по-хорошему еще там по моему сбоку шов на пиджаке идет то есть можно было бы наиве развертки еще и сбоку выставить шов для как вот как на реальном пиджаке потому что так по идее нужно делать вот вот рукав да я сделал шов сразу туда и он соединяется вот с этим швом основным то есть получается я как бы сделал чуть по-другому потому что я понимаю как это примерно развертка ляжет на этот на текстуру поэтому в принципе я не резал вот тут по бокам хотя в принципе наверное и стоило для большей эстетичности поставить и лишь разведку швом еще здесь отдельно отрезал воротник то есть вот они тут идет так и получается как прямоугольник там разворачивается не совсем но что-то похожее на прямоугольник и вот отдельно этот воротник разрезал вот как сделать непосредственно сам шов можно сделать один из быстрых вариантов которые я последнее время стал пользоваться выбирая режим ребер для этого нажать цифру 2 сейчас что не выставил этот отображение вот два то есть два нажимаем у нас режим ребер мы нажимаем сюда и по конце вот тут например контр и тут я не попал надо левее взять вот так раз и все и мы выделили просто полосу через контур вообще удобная штука пользуйтесь потом нажимаю ве пометить шов бах у вас пометился шелк на его уберу так вот ставятся швы так теперь мы заходим и видишь и я сейчас выберу текстуру которую мне используется вот на теперь обязательно у тут переходите вот в режим сетки чтобы вы когда выделяете у вас выделялось все и вот она показывается UV развертка вот у меня пуговицы вот это вот вот он кстати воротник один вот второй воротник это получается места где вот рукава сходятся то есть вот тут но плотновато тут растянула чуть тут этот ну то есть можно очень дополнительно как-то порезать и сами вот рукава вот они есть вот но все мы разрезали и переходим в шейдинг берем вставляем получается текстура изображение текстура у нас появляется вот такая штуковина мы открываем нашу текстуру вот этот кашемир открываю здесь у меня есть вот они все эти о чем мы говорили я обычно просто так вот беру вот эту штуку я беру эту штуку сразу пустую беру шевдэ 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 и потом начинаю открываю одну вставляю но обычная как беру здесь открываю текстуры но выбираем свой материал который я скачал сначала вставляю нормали потом открываю текстуры выбираю высоты потом я открываю уже непосредственно этот шероховатость и как он но непосредственно основной цвет вот шероховатость я снова потом основной цвет вот они у меня есть потом я создаю вектор карта неровностей вот она карта неровностей вот она здесь есть высоты и нормали и оставляю сразу нормали в нормали высоты высоты а вот они шероховатость я в шероховатость вставляю и основной цвет в основной цвет и все и я получаю вот такую как бы красивую текстуру при условии что как бы сам текстуры сильно сделать не могу вот к то о чем я говорил что возможно надо еще деталью и развертку подумал под латать то что тут вот прям растянула ее а тут нет но вот надо с помощью и вы развертки там посидеть чуть-чуть поработать но мне в принципе там не принципиально это будет там текст модель будет видно вдалеке и вот этого вот и даже никто не заметит она вам далека нормально смотрится это даже никто его не увидит не заметит и теперь сейчас еще пройдусь сразу по текстурке как можно сделать этот а кстати еще север разверткой для того чтобы вот наложить текстуру больше можно вот выделить и нажать с и растянуть то есть вы получается начнете вот так вот растягивать этот и получается текстура сядет как бы более как бы то так сказать будет более мельче если сжать сузить то текстура будет более крупнее и когда она крупнее она может пикселями сильно идти по этого можно нажать с расширить и она будет более такому красивее скажем потому что уменьшается количество пикселей вот теперь по поводу ботинок покажу здесь есть вот помимо того что развертку сделал я дополнительно добавил да вот подошву то есть я выделил этот подошву я когда вы делал материал я получается создал а вот как обычно сделал пиби арку потом нажал сюда вот плюсик добавил еще одно этот потерял еще один настроил его и когда вот получается кожа была сделана я просто выделил получается когда создал группу вершин вот она выделила я нажал назначить когда ее создал назвал ее по-своему назначил снял выделение поставил выделение посмотрел что она применилась когда она применилась я выбрал вот эту подошву нажал назначить и все и получается применил на отдельную часть обуви именно подошву как бы цвет подошвы и получилась вот такая вот как бы текстура что она а здесь кожа а тут как бы как подошва выглядит более-менее так в принципе дальше я расскажу как это можно сделать его в unity именно перенести вот эту пиби арку поэтому смотрите следующих видео я это расскажу не прощаемся друзья а